Девушки отдыхают Из ряда вон выходящие Диана строгая проникла в дом К настоящей жизни, к блогерам Мама моя родная, что там творилось, что там творилось Там какая-то у них Наташа Спонсор Видно, дама очень состоятельная Приволокла им кучу всяких подарков Какие-то бидоны для самогона они определили Тифалевские сковородки Какие-то продемонстрированные балдинковые тряпочки Сказали, что теперь у них на кухне будет чистота Я думаю, тряпочки, да Вот в том доме, в каком они живут Тряпочки для наведения порядка Они прямо адресны И еще она им привезла автоклав И, похоже, тот самый домашний стандарт Я в них плохо разбираюсь Но с такой у меня сложилось мнение и впечатление Уж я не знаю Может быть, меня поправите Почему? Потому что они не назвали названия Не сказали Производители не назвали И вот закрался у меня такое сомнение Уж не засланный ли казачок этот спонсор? А? Как вы думаете? Я так думаю, наверное, что-то какая-то в нее там тайное Задание она получила Ну, вот умеют Эти товарищи Извините, обосрать любую продукцию Любую продукцию Они прямо идут по морозихиным следам Строят из себя двух дурачков Как будто они вообще видят первый раз И говорят, что мы об этом так мечтали, так мечтали И вдруг наожиданно даже они не знали Что Наташа им в подарок привезла такой автоклав И такие были они радостные И сказали, что теперь они козлиной тушенкой завалят всю Тамбовскую область Так я думаю Они сказали, что если будете искать То вот у нас, пожалуйста, из всех козлов тушенку будут делать Бедные козлятки Что им предстоит? Там из свинины варит морозиха Эти из козлят будут варить тушенку Но я думаю, к ним в очередь вряд ли кто встанет Это же надо умудриться На таком фоне ободранной своей жилищного этого места Где они живут Я ни домом назвать не могу Не знаю Хата, кибитка Что там это у них Они демонстрируют вот эту продукцию Из нержавеющей стали И таких умных из себя корчит Таких умных из себя корчит Какая-то супер нержавеющая сталь Там и хром И эта манюня говорит, там и никель Да сталь, наверное, 12Х18Н10Т Может, 10Х18Н10Т Что там может быть еще? Господи! Обыкновенная пищевая нержавеющая сталь Я вам как специалист скажу Ой, мама моя родная Вот же надо такое, а? Это же стыдобище и позорище Взять хороший аппарат И вот так его прорекламировать А? Но это не засланный ли казачок? Либо это было задание Чтобы, извините Обкакать вот этого производителя Либо, наверное, ума совсем у них не хватает Я вот по-другому сказать Ну, никак не могу Стоял там, как дурында Андрюнь этот руками махал Строил из себя такого умного-приумного Боже мой, стыдобень Вот я вам что скажу Ну, вот теперь Значит, этот Стандарт Если это вот Будет находиться и там И пусть им мозолит им глаза Мне кажется, после того, как Продемонстрировала Диана Строгая Как бы они ни пыжились Что это морозиха Что это настоящая жизнь Манюни с Андрюней Ну, не дотянуться им до нее Не тот уровень, извините Не тот класс Так я вам скажу Ну, а теперь поговорим О делах с усадьбы Отморозовской усадьбы Какие там происходили дела Вот с утречка Она там бегала Со своим муженьком На озеро, говорит, давно Просили сходить И говорит Он ей говорит Одень сапоги Она говорит Ну да, в сапогах-то мне будет ловчей Ну, совсем что бошку отбила Она сам не соображает Муж ей должен подсказать Что в сапогах Если сыра-то ловчее Ну, нарядилась Пошла на озеро Ну вот Ну, нечего снимать Ну вот Пошли опять Это озеро Он там Как фигурист Опять ходил по этому льду А она Якобы такая Заботливая Женушка Стояла и беспокоилась Как бы он там Опять не навернулся Когда-то он там Где-то у нее уже Провалился Вот Очень она о нем беспокоилась Он машина ремонтирует Она туда лезет Она туда лезет Все беспокоится Все его нахваливает И обозвала его Крихтун Ой, я не могу Крихтун ты мой миленький Вячеславушка Вячеславушка Ой, не могу Славушка, Вячеславушка Обхохочется Крихтун Славушка, Вячеславушка смех да и только слушайте ребята и делать нечего она говорит ну я же и говорил бомбил не показываешь показала бомбилу она нам девочки показала но это же она и она спрашивает и грудь чё чавкаешь как свинья а как достать чавкать бомбил и как-то по-другому что мне кажется нормально она чавкала так это аппетитненько чавкала как нормально свинья и претензий бомбили а помните я вам говорила что ей надо какой-нибудь агрегатик подкатить чтобы она бомбилу туда и ла ну наверное смотрела на меня и на сегодня бомбили выговаривала говорит ты столько значит все съедаешь что должна два ведра кажется она назвала молока давать тем рассказывал что вот если бы она бомбилу доила и и свинина и молоко продавала то обогатилась бы еще несколько раз она видно задумалась девочки я тут попридуриваясь маленько она все за чистую монету глупо я не могу прямо ой не могу девчонки и видным делать совсем нечего она вернее показывает нечего она там так долго эту машину сашину чистил чистил нахваливала ее вот так интересно вот да вот смотришь ну чистит машину ну вот вот знаете я так задумалась вот если человек пускает тысячи зрителей свою жизнь он что считает что он такой особенный что его обязательно будут смотреть и поэтому все у этого человека должно быть особенное и процесс скидывания снега с машины тоже очень особенный поэтому она его демонстрирует там чуть не 10 минут этот снег ковыряется этой машины вот ну так вот особенно она у нас женщина а раз она особенно женщины то это особенно женщины но все должно быть особенное мужика уговаривала значит на рыбалку или мужик ее уговаривал на рыбалку знаете от зависти от зависти у них там какой-то дружок поймал шесть щук и вот им тоже хочется этих щук помните на все когда ларь ты свой разгребал и показывал вот эту нас рыбку вот эту нас такая у нас такая вот мало ей рыбки которую она еще не съела там наморозила надо морозить и съездить еще за рыбкой и еще наморозить рыбку вот зависть прям гложе человека зависть но по-другому я никак не могу сказать о короче этот колхозный крихтун везде ее сопровождает видим опять ее одну никуда пускать нельзя хотя нет сказал что с сашей съездить там внучку полечит наверно все таки наверное иногда ее можно куда-то в люди выпустить а может он тоже там где на заднем сиденье будто холса ездил с ними не знаю про это нам они ничего не сказали сказали только что поедут ночью не показали не показали не показали но зато потом после того как она показала куда она делаете кабачки из холодильника она из кормила свиньям зачем морозила что потом свиней кормить лишний на правиль столько мяса нафиг кабачки правда кто их будет есть пусть свинки порадуются девочки вы уж пожалуйста не кидайте в новый потолок бананами они штамм показали этот новый потолок сыночек ты и сделал какой-то там не мраморная или какой-то там под мрамор или под камень а какой-то он привез другой вот и зададимся вопросом по чему помните сказал кому он там делал потолочек то наверное испугался что счет предъявит где-то в другом месте и говорит что сам купил можете сам купил это я только так предполагаю она же она у нее там даже надо речь потерял когда он сказал что это вот все новое они откуда там умкнутая настолько привыкла что все время что-то где-то она умыкает что она прямо целовала расцеловала своего сыночечка за то что вот он потолок ей такой красивый сделал и вот так назвала оказывается она его с детства звала хрюни или хрюни ей представить ну о чем это речь то говорят есть что порося то что ребята что зверя то все у нее хрю хрю ой хрюкнутая это морозика ребятки хрюкнутая а почему я говорю не кидайтесь бананами то в новый потолок ну жалко же вообще хотел сначала сказать так я назвать не плюйтесь в новый потолок ой а потом когда посмотрела там пирог что-то мне глаза попался дучи стук орехов-то насыпали ну и и дай-ка я этот рецепт посмотрю вот вы мне опять же объясните но зачем показывать неудавшийся пирог если там бананы как картошка есть не стали кормовые бананы может они поэтому не вкусно если наверно хорошие бананчики тонюсенько порез можете она и вкусно получится но как свиньям этот банан настрогала накидала конечно там наверное не пропекся не знаю я вообще как-то бананы привыкла так есть вот термообработанные как-то они мне тоже не очень нравится вот ну так если у тебя извините твоя стрепня самой даже тебе не понравилось зачем ты его показываешь девочки контенту нет нет контенту в государстве так я вам скажу в общем день у них какой-то пошел прошел не очень плодотворный ну нет вру о девочки вру завралась совсем плодотворный они получили новый потолок и большущий у меня к вам просьба бананами которые они оставили на тарелке и не съели в этот потолок не бросаетесь что уж на эту ванную вы посмотрели бы на эту сашу как она стояла там и таким потухшим взглядом провожала последней надежды что кто-то похвалит ее дизайнерские способности и ушла вся такая грустная печальная и пошла на лопать этот неудавшийся банановый пирог надо просто чуть жалостя не вызывает просто на жалость давят давит на жалость интересного то но нет же ничего вот они давит на жалость так я думаю девчонки ну ладно пора закругляться на ночь вам сказку рассказала как послушали ну оставайтесь каждый со своим мнением всего вам доброго про добро говорю шарфик не сняла всего вам доброго берегите здоровье боритесь как нибудь с этим вирусом не дай бог он к вам придет нет не надо нам не надо пусть он где-то там стороной обходят всего вам самого светлого и доброго до свидания